Депутаты затронули вопрос государственной поддержки молодых семей в части приобретения жилья. Приоритет за теми, у кого есть дети. Средства на улучшение жилищных условий в первую очередь получают многодетные семьи. Некоторые стоят в очереди с 2012 года. За первые пять месяцев этого деньги выделены уже 55 парам. На сегодняшний день мы сформировали список на участие на 2021 год уже. И он у нас составляет 565 семей. Из них 71 семья является многодетной. Маленьким табулякам есть где поиграть. В собственности муниципалитета 19 площадок, еще 5 появятся в июле. Во дворах многоэтажек 244. Они в собственности жильцов, однако контроль за их состоянием осуществляют городские власти. С июня проверяют и на соответствие техрегламенту Евразийского экономического союза. Выявлены основные проблемы. Неровная поверхность, выступающие части, жесткие крепления качелей, что противоречит ГОСТу. В случае несоответствия элементов детской игровой площадки, данные элементы будут демонтированы. То есть на основании этого заключения мы разработаем график выполнения работ по ремонту и по замене этого оборудования. Депутатов интересует качество уборки площадок и меры, принимаемые в борьбе с вандализмом. Так как у нас детская площадка в створе между школой и домом, многоквартиром, все-таки есть возможность поставить видеонаблюдение. Вот как раз я за этим вопросом сегодня и обратился для того, чтобы все-таки мне поспособствовали встретиться в видеонаблюдении. То есть вот этот вопрос, я думаю, что он отработается, возможно, в этом году. В Тобольске заботится о комфорте детей. Летом в микрорайонах появится еще 6 детских площадок. Анастасия Терехова, Рустам Розеев, Тобольское время.